Чайлдфри Начинать нужно разбирать эту фразу, конечно, со второй ее половины. То есть, если женщина живет в вере, в любви и в святости, то она, конечно, не будет чайлдфри. То есть, она не будет разрушать закон Божий, плодитесь и размножайтесь, и обладайте землею. Не будет. Но когда человек, в принципе, не живет по заповедям Божьим, когда он живет по принципу, что я хочу, то и делаю, а главное, священное писание, тексты, это его слова «я считаю и мне кажется», а все, что написано в священном писании и все, что говорили социации, это, знаете, ребята, это все как-то архаик и так далее. Тогда о чем говорить? Собственно, человек, он живет вне Бога, вне церкви. Ну, вне церкви кто что только не думает. Нам даже, может быть, и не стоит разбирать это все. Но если вдруг православная христианка, которая вступила в брак, и вдруг она говорит мужу, я не хочу детей, я вот там хочу предохраняться и так далее, наверное, все-таки ей стоит пойти на обстоятельную беседу к духовнику и разобраться, как и что, какие духовные причины, а может быть, даже и психологические причины побуждают ее к принятию такого решения. Может быть, какие-то страхи есть, может быть, какая-то боль, еще что-либо, но с этим нужно разбираться. Очевидно, что в браке чадородие является утешением и радостью, и когда человек осознанно отказывается от этого утешения радости, есть какая-то очевидная причина, которую нужно выяснять в личной беседе с духовником. Продолжение следует...